МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раньше срока. Завершаются работы по реновации сквера «Юбилейный». ПБУ старается закончить этот объект до дня строителя, то есть первого числа августа. И мы его обязательно закончим. Здесь 15 лет ставят людей на ноги. Реабилитационный центр медико-санитарной части номер 59 отмечает юбилей. У нас открылось новое направление медицинской реабилитации пациентов после перенесенного инсульта. КРИКИ Пусть знает каждый гражданин. Пожарный номер 101. Сотрудники МЧС устроили познавательный и интерактивный праздник для юных зареченцев. Самая главная задача сегодняшнего мероприятия – это, конечно, донести до детей необходимость соблюдать требованию пожарной безопасности. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном завершается реновация второй очереди сквера «Юбилейный». Эта территория была выбрана народным голосованием в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – национального проекта «Жилье и городская среда». Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в период 2017-2018 годов. Наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 году. Таким образом, программа отмечает свое семилетие. С 2017 года за время реализации проекта было благоустроено свыше 111 тысяч общественных и дворовых территорий. В Заречном в рамках этих проектов были созданы велодорожки, благоустроена зона отдыха «Солнечная и лесная», часть Центрального парка культуры и отдыха и сделана реновация сквера «Юбилейный». Финальные аккорды большой работы. Реновация нового сквера «Юбилейный» завершается. В рамках второго этапа реконструкции здесь была создана спортплощадка с уличными тренажерами, установлены теннисные столы, заасфальтированы пешеходные дорожки, сделана автостоянка. Осталось благоустроить эту часть сквера. Здесь будут устанавливаны под перголами лавочки для отдыха, то есть дополнительные еще места для людей, которые будут наблюдать за детьми, будут урны. То есть все места будут укомплектованы, как и та часть сквера, которую мы уже сделали. То есть все будет в едином стиле. Реновация этой территории проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». В целом денежные средства на благоустройство этого второй части было потрачено порядка 13 миллионов. В основном все эти деньги федерального бюджета. Однако к благоустройству этой территории подключились и частные компании. Так оборудование уличного освещения на новой площадке взяла на себя энергоснабжающая организация. В рамках уже наших муниципальных денежных средств, в рамках заключенного кондиционерного соглашения, кондиционер установит здесь дополнительные точки освещения для того, чтобы вот эта площадка, она была полностью освещена. Поэтому это будет где-то до 1 октября, работы по освещению тут тоже будут завершены. Здесь установлены по периметру и освещение, и дополнительное освещение на тропинках, которые здесь необходимы. Очень хорошо, что проснулись, так сказать, частные инвесторы, и в виде, как мы ведем работу на сквере, обратились там вот к юбилейной, сейчас вы видите площадку асфальтирую. То есть мы работами на сквере подвинули их, чтобы они у себя навели порядок. То есть, надеюсь, этот весь пятачок вместе с юбилейным там и прочим будет в прекрасном состоянии. Вообще, для Заречного сквер юбилейный станет уникальным общественным пространством. Здесь можно проводить время и семьям, и детям, и взрослым. Ну а спортивная площадка с уличными тренажерами не имеет аналогов в городе. На муниципальной территории, да, у нас есть, так скажем, другие немножко площадки, которые называются форкаут. Это их три на территории города. Поэтому, а вот именно такие, чтобы с такими снарядами, да, действительно, вы правы, это первая площадка на территории города. Обязанность содержать в порядке новый сквер возложена на городские службы. Муниципальное предприятие КБУ будет выполнять все работы, которые здесь будут необходимы. Если что-то сломается, если где-то что-то нужно подправить, это вот они. А вот как долго прослужат все эти новенькие тренажеры, детские игровые комплексы, лавочки, зависят уже от самих посетителей сквера. Благоустроенная территория бывшего темного пустыря уже сейчас пользуется большой популярностью у горожан. Ну а после завершения реновации, юбилейный обещает стать вторым по посещаемости общественным пространством после обновленного Центрального парка культуры и отдыха. Сквер очень замечательный, детям нравится и качели, и горки, и тренажеры самое главное, и для детей, и для маленьких, и постарше. Ну в общем, очень рады, что сделали такой сквер здесь возле школы. Так что молодцы, всем спасибо за это большое. По планам вторая часть сквера должна быть сдана к осени. Однако производители работ спешат завершить все раньше срока. ПБУ старается закончить этот объект до дня строителя, то есть первого числа августа. И мы его обязательно закончим. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Пензенские чекисты обезвредили руководителя мошенника производственного предприятия региона. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Пензенской области в ходе успешной оперативной разработки и следственных действий выявили и пресекли незаконную деятельность бывшего начальника отдела одного из производственных предприятий. Решением Зареченского городского суда он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса России «Покушение на преступление» и частью 3 статьи 159 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Установлено, что осужденный, используя свое служебное положение, сообщил директору субподрядной организации о решении вопроса о заключении дополнительного соглашения на увеличение стоимости и объема работ при выполнении условий контракта между заказчиком и исполнителем, за что безвозмездно получил денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Распорядиться полученными денежными средствами злоумышленник не смог, по независимым от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области. Реабилитационному отделению медико-санитарной части номер 59 исполняется 15 лет. Ежегодно здесь ставят на ноги около 700 пациентов после перенесенного инсульта, инфаркта, кардиохирургических вмешательств, а также после COVID-19 в тяжелой форме. Центр оснащен современными тренажерами для механотерапии и лечебной физкультуры, массажным кабинетом и кабинетом занятий с психологом, аппаратами для физиотерапии, диагностики, специальным оборудованием для ухода за тяжелобольными. Но главное – профессиональный коллектив, который успешно справляется с основной задачей – продление жизни пациента и улучшение ее качества. Учатся подниматься и спускаться по лестнице, то есть то, о чем я озвучила, инвентарные бытовые навыки мы тренируем в залах УФК. Здесь в буквальном смысле ставят людей на ноги. В отделении реабилитации медико-санитарной части номер 59 пациентам помогают восстановиться после серьезных заболеваний и оперативных вмешательств. Изначально здесь работали с людьми, перенесшими инфаркт или операции на сердце. Потом появилось новое направление – постковидная реабилитация. В 2023 году специалисты отделения освоили еще один профиль работы. С августа прошлого года у нас открылось новое направление – медицинская реабилитация пациентов после перенесенного инсульта. Ранний восстановительный период инсульта, то есть пациенты поступают буквально в течение первого месяца после постановки диагноза на восстановительное лечение. Своевременная реабилитация позволяет справиться с последствиями инсультов и инфарктов, максимально вернуть человека к привычной жизни. Для каждого пациента здесь составляют индивидуальную программу восстановления. Сюда входят медикаментозное лечение, режим, диета, процедуры и обязательные физические нагрузки. Нагрузки, которые может пациент брать, мы дозированно, но постепенно, ежедневно увеличиваем под контролем медицинских специалистов, как врачей, среднего медперсонала, так и инструкторов лечебной физкультуры. Пациенты мобильной группы, которые хорошо передвигаются, которым доступно, в общем-то, ЛФК в более расширенном режиме, посещают у нас залы и получают общий укрепляющий комплекс, комплексы дыхательной гимнастики. К тем, кто не может вставать с кровати или выходить из палаты, инструкторы приходят сами и проводят индивидуальные занятия. В особо тяжелых случаях пациентов приходится заново учить ходить, восстанавливать рефлекс хождения с помощью специальных башмачков. Кроме этого, в отделении реабилитации есть тренажеры для восстановления координации движений, аппараты для физио- и магнитотерапии. Часть оборудования получена в рамках федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья. Медицинская реабилитация». В конце 2022 года мы получили новое оборудование, модернизированное, и оборудовали наши залы ЛФК, которых стало несколько. Кабинет физиотерапии, специальный, который у нас на этаже представлен, кабинет психолога также был оборудован благодаря данной программе. В отделении реабилитации 18 сотрудников. Это кардиологи, невролог, терапевт, инструкторы по лечебной физкультуре, медсестры по физиотерапии, младший медицинский персонал, медицинский психолог, который работает не только с пациентами, но и с их родственниками. Те, кто проходит здесь восстановление, отмечают слаженность коллектива. «Люди настолько уже привыкли, друг друга взаимозаменяют, как в пословице, один за всех и все за одного. Тут даже санитарка или медсестра – это не имеет значения. И очень, конечно, хорошее. Ну, естественно, это зависит от руководителя. Потому что я лежала здесь, ну, еще в кардиологии, в неврологии лежала, в терапии лежала. И вы знаете, вот честно скажу, я не хочу никого обидеться, ничего, но вот это отделение мне понравилось лучше. То есть люди в этом отделении, вот это отношение к больным». Ежегодно здесь проходит восстановительное лечение более 700 человек. В июле 2024 года отделение реабилитации отметило юбилей. Здесь помогают людям встать на ноги уже 15 лет. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Сразу после новостей смотрите на нашем канале очередной выпуск программы «Мой старт». 70-летие градообразующего предприятия «Заречного», обновленный парк ветеранов, первый турнир по женскому пляжному волейболу и перерыв в работе на большой праздник. «Не выходной день, мероприятие всего лишь с 10 до 12, и потом концерт в рабочий полдень, и все. А так мы работаем по графику, продолжаем работать. Просто немного дали людям хорошего настроения, чтобы они почувствовали, что год юбилейный для предприятия, 70 лет с момента образования предприятия и выпуска основополагающих документов». В новом учебном году в «Заречном» будет создан Совет юниоров «Росатома». Кто сможет войти в его состав? Какие задачи ставятся перед Советом? Чем будут заниматься юниоры «Росатома»? Об этом мы подробно поговорим с советником отдела Департамента образования «Заречного» Галиной Трункиной. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска. А пока к другим новостям. Магия чисел. 18 июля в 18-й раз сотрудники Государственного пожарного надзора отметили свой профессиональный праздник. Ну а вместе с коллегами, сотрудниками МЧС, в этом году они встретили и юбилей 375-летия пожарной охраны России. Этим датам зареченские пожарные посвятили познавательный интерактивный праздник. Пожарные – профессия героическая. Выставка пожарной техники и оборудования для проведения аварийно-спасательных работ. Экспресс-курс, разъясняющий правила пользования огнетушителем и принцип действия кислородной маски. Демонстрация и примерка специальных костюмов, защищающих от теплового, химического и радиационного воздействия. Амфитеатр Центрального парка культуры и отдыха «Заречье» на некоторое время превратился в филиал службы пожаротушения. Самая главная задача сегодняшнего мероприятия – это, конечно, донести до детей необходимость соблюдать древнюю пожарную безопасность. Потому что мы прекрасно понимаем, дети многие находятся одни дома. Самое главное – нам не допустить никаких происшествий, связанных с детьми. Праздник пожарной профессии «Героическая» зареченские огнеборцы посвятили 375-летию пожарной охраны в России. Для юных горожан организовали путешествия во времени, рассказали об истории появления службы борьбы с огнем и даже продемонстрировали, как в старину тушили возгорание. Ручной пожарный насос – это сейчас у автомобиля есть автоматический насос, который подает воду. А раньше пожарные вручную подавали воду и ликвидировали возгорание. Причины возникновения пожаров и действия в чрезвычайной ситуации ребятам продемонстрировали наглядно. Вот молодой человек решил у нас пожарить яичницу. Решил пожарить что-то вкусненькое себе. Но вдруг у него загорелось масло! Огнеборцы – частые гости в детсадах, школах, оздоровительных лагерях. И потому юные зареченцы хорошо осведомлены, что делать в случае пожара. Подрастающее поколение знает лучше номера телефонов, нежели старшее поколение. Это очень приятно, потому что порой, когда дети приходят на какие-то мероприятия, и спрашиваешь, они кричат сразу. Взрослые впадают в сомнения и пытаются вспомнить, какой же все-таки номер пожарной охраны. 112-101 и 60-80-01. А завершился праздник уже ставшим традиционным обливанием гостей из пожарного рукава. Будущие атомщики. Что такое совет юниоров Росатома? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Икра из баклажана Фрау Марта 39.90. Голень индейки 198 рублей. С 15 по 18 июля. Мега выгода в Скидкино. Без воды горячей жить, увы, не получается. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Котлы водонагревательные, настенные и напольные. Газовые колонки лучших отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Моя сантехника». Душевно и ни капельки недорого. Клиника лечения позвоночника. Пенза. Улица Калинина, 4. Телефон 98 0303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нашли подозрительный предмет на улице? Не вскрывайте и не трогайте. Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи предмета. Немедленно сообщите о найденном предмете в экстренные службы. Постарайтесь обезопасить окружающих людей. Дождитесь прибытия полиции или компетентных органов. Запомните время обнаружения предмета, обстановку и место его нахождения. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях советник отдела департамента образования города Заречного Галина Трункина. Добрый вечер. Добрый вечер. Галина Викторовна, итак, в Заречном впервые в этом году будут создаваться советы юниоров Росатома. Расскажите, пожалуйста, вообще, что это такое, откуда все это пошло и для чего? Вообще, юниорскому движению Росатома в 2025 году будет 5 лет. И ребята, которые принимали участие в различных олимпиадах, мероприятиях, форумах, проектных сменах, которые организовывала госкорпорация Росатом, все они считаются юниорами. И в некоторых городах уже были созданы советы юниоров, и был центральный совет юниоров Росатома. Вот с этого года во всех городах Росатома будут созданы к началу учебного года вот такие советы, в которые войдут ребята-активисты, способные создавать, реализовывать проекты, направленные на популяризацию профессии атомной отрасли, это инженерно-технические специальности все, на популяризацию научных знаний и на создание, реализацию проектов для улучшения жизни в атомных городах. То есть активы ребят, которые будут реализовывать вот эти инициативы, они все войдут в юниорский совет, в совет юниоров. В нашем городе уже как бы костяк этого совета есть, у нас есть ребята, которые имеют опыт проектной деятельности, есть ребята, которые реализуют уже много лет успешно проекты социальные, направленные для нашего города, для жителей нашего города, и вот как раз они составят костяк вот этого совета. И уже эти ребята, они как бы вовлечены уже в деятельность движения юниоры. Вообще в каждом городе будут кураторы, и уже есть, и в нашем городе есть два куратора движения юниора «Росатома». Один куратор от градообразующего предприятия, это руководитель проекта «Люди и города» Ольга Федоровна Климанская, и от города, то есть от системы образования, я Тронкина Галина Викторовна, я тоже являюсь куратором. Это не случайно так сделано для того, чтобы взаимодействовала система образования, взаимодействовал город с градообразующим предприятием. И мы все вместе решали наши общие проблемы, которые есть вот в наших атомных городах. И способствовали тому, чтобы как можно больше детей интересовалось наукой, интересовалось техническими специальностями, выбирали профессии все-таки атомной отрасли, потому что атомная отрасль – это будущее нашей страны, и это очень перспективное развитие. Ну, понятно, и наше градообразующее предприятие, которое входит в систему госкорпорации. Конечно. Галина Викторовна, были какие-то предшествующие обучения, мастер-классы, тренинги? То есть как вот шла подготовительная работа? Она же еще пока не завершена, поскольку только будет создаваться. Пока еще работа ведется, в середине июня всех кураторов юниоров собирали в Екатеринбурге на большом знаковом мероприятии госкорпорации «Росатом» – «Атомскилз». И мы там вместе с ребятами, с юниорами, которые работали на «Атомскилз» уже к тому времени, и с кураторами разрабатывали как раз вот те документы, которые регламентируют деятельность работы Советов юниоров. Да, мы там очень много интересного для себя узнали, обменялись контактами, самое главное – вдохновились на новую деятельность, потому что деятельности будет много. Следующий год – это и 80-летие госкорпорации, атомной отрасли, и пятилетие юниорского движения. Поэтому нужны интересные идеи, нужны яркие события, нужны эффективные проекты, которые будут реализованы на 100% самостоятельно детьми. И вот в результате появилось такое сообщество, вернее, оно развивается, оно и было сообщество, но теперь вот и мы туда входим, наш город с этого года. И уже состоялось первое, скажем так, такое тоже объединяющее событие, когда активистов-юниоров приглашали на экскурсию в павильон атомного ДНХ в Москву. Была организована замечательная поездка, и посчастливилось четырем юниорам из нашего города также в этой поездке побывать. Большая благодарность организаторам – это корпоративная академия «Росатом» за прекрасную просто организацию поездки, за очень полезную информацию, которую ребята там получили, потому что были очень интересные экскурсии в павильоне «Атом» и вообще в целом по ВДНХ. Это прекрасные экскурсоводы, ребята мечтали посетить «Атомариум» в павильоне «Атом». Они это посетили, это просто непередаваемое, даже вот я взрослый человек, и то я просто в восторге была от экскурсии, которая там была для нас организована. И вот это как бы такой некий небольшой аванс ребятам на то, чтобы в дальнейшем они работали и видели, какие возможности предоставляет участие в мероприятиях «Росатома». И вообще, что из себя представляет госкорпорация «Росатома». Поэтому участвовать в этих событиях стоит. Это очень хорошие возможности для детей. Кстати говоря, сейчас открыт еще прием заявок на инженерно-проектную смену МГУ, которые проходят в Сарове. И есть еще места, и у ребят есть возможность попасть туда, подать свою заявку. Там очень интересные будут проектные группы по предметам, таким как физика, химия, информатика, математика и биология. Будут преподавать молодые ученые-аспиранты МГУ. Ну, в общем, будет очень интересно и полезно для ребят. И уже сформирована еще одна проектная смена, которая будет проходить в городе Снежинск. И туда уже тоже один из наших юниоров также уже участвует в этом, то есть поедет, заявка одобрена. Там тоже будет очень интересная смена, связанная с разными направлениями физики. Поэтому вот таких мероприятий на самом деле у движения юниора Росатома очень много. И вот есть возможность ездить в другие города на эти мероприятия и знакомиться с другими ребятами, смотреть географию нашей большой страны, гордиться достижениями нашей большой страны и, в частности, атомной отрасли. И стремиться к тому, чтобы попасть на следующие знаковые события. Это AtomSkills, который будет в июне следующего года проходить. И я надеюсь, что наши ребята будут трудиться хорошо весь этот год. И самые активные попадут на это знаковое юбилейное событие. Вот, будем к этому стремиться. Галина Викторовна, смотрите, да, как бы перспектива-то более или менее вы сейчас обрисовали. Понятно, что пока, ну, скажем так, установочная сессия идет. То есть пока еще готовится. С нового учебного года начнется уже активная работа. Вот каким образом будет формироваться совет, сколько там будет человек, какой возраст. И вообще, юниоры Росатомы, это с 6 до 60? Или все-таки есть какие-то возрастные ограничения? Есть возрастные ограничения. Вообще с 14 до 18 лет, скажем так, такой старшеподростковый возраст. Именно старшеклассники, которые выбирают свой дальнейший профессиональный путь, и именно на них направлена вот эта вся деятельность. Но это не говорит о том, что в этом движении не могут участвовать ребята младше. То есть мы их так называем юниорчики. Вот, то есть могут ребята и там 12, и 13 лет также в этом принимать участие. Кстати говоря, 26 июля состоится стратегическая сессия, которую будут проводить для ребят эксперты из Москвы. Это руководитель, куратор движения юниора Росатома Евгений Герасимов и общественный эксперт НТИ, кандидат физико-математических наук Александр Квашнин. Вот они будут работать с ребятами. Также в этой стратегической сессии будут принимать участие представители градообразующего предприятия, проекты «Люди и города», молодые работники градообразующего предприятия, молодые работники системы образования. И уже ребята, которые участвовали в движении юниора Росатома, вот все мы большой командой приедем, звездочку, и будет у нас большое такое планирование деятельности на следующий учебный год. И я надеюсь, что в результате этой стратегической сессии, кроме плана работы на следующий учебный год и каких-то знаковых больших проектов, у нас еще сформируется и состав Совета юниоров. В Совет юниоров могут входить дети до 20 человек. Ну, то есть вот 20 и больше, может быть, даже так. Вот. Ну, то есть несколько раз в год Совет будет пополняться. Актуализироваться будут списки ребят, которые участвуют в разных мероприятиях. Ну, и активисты, конечно, будут следить за тем, чтобы как можно больше людей вовлекались в те события, в те акции, проекты, которые будут разработаны на стратегической сессии. Вот каким образом это будет что? Это будет некое, я не знаю, там, членское удостоверение юниора Росатома или что-то еще. То есть каким образом дети сами, и подростки в основном, да, каким образом они смогут вообще понять, что вот где участвовать и что предлагается. Потому что есть там различные другие детские движения. Мы все знаем, там, юнзары движения первых, юнармии и так далее, да. Но вот юниоры Росатома, это как-то будет выделяться, отделяться. То есть каким образом дети смогут понять, что вот это вот юниор Росатома, вот я хочу вот здесь вот поучаствовать, как? Вообще, я не сказала еще, мы планируем создать свой аккаунт в социальной сети. Естественно, вся информация будет там размещаться, это первое. И второе, это ни в коем случае наше движение, оно не отменяет движение первых, юнзары, юнармии и так далее. Мы будем объединять свои усилия в работе над каким-то направлением воспитательной работы. То есть в каждом движении есть, например, научное направление, в том числе и в движении первых. Так мы объединяем усилия юниоров Росатома, движение первых, и будем проводить какие-то совместные, хорошие мероприятия на благо наших детей. То есть ребята будут узнавать, что вот происходит какое-то событие, и приходить в совет юниоров. Совет юниоров будет размещаться во Дворце творчества детей и молодежи в 104-м кабинете. Вторник, четверг будут проходить заседания. Поэтому любой желающий может прийти к нам и узнать более подробно. А вообще в это движение входят ребята, которые были участниками, призерами или победителями Олимпиад по физике, математике, химии и биологии. Ну, то есть вот это больше такие, скажем так, умники и умнички. И ребята, которые занимаются успешно проектной деятельностью, участвовали в большой перемене, являются активистами движения первых. Вот для таких ребят. Каким образом? Еще раз хочу немножечко уточнить. Это что? Нужно будет прийти, зарегистрироваться где-то? Нет, это не предполагает какое-то членство. Нужно будет прийти просто на совет, мы в списки внесем, а дальше уже ребенок сам выбирает, в чем ему участвовать. Если у него есть возможность в каких-то активностях городских участвовать, мы связываемся и договариваемся. То есть на каждое дело, на каждое событие у нас будет совет дела. И вот, наверное, в разные дела будут разные люди входить. А может быть, кто-то будет повторяться. Ну, скорее всего, активисты. Мы планируем посвящение, сделать некую такую церемонию, посвящение в юниору Росатома. Планируем. Но это будет в сентябре, после того, как уже все устаканится, потому что для нас это новое, мы только начинаем это осваивать, будем пробовать, советоваться с нашими более опытными коллегами из других городов. Ну, а там дальше посмотрим, может быть, съездим куда-то перенимать опыт. Я не знаю, как получится. И с 1 сентября начнет работать уже совет, да? Да, да. С 1 сентября уже начнет работать, поэтому я и сказала, что мы планируем, что в «Звездочке» все-таки сформируется некий такой костяк, который составит окончательный состав совета, активистов совета, скажем так. А членами совета могут быть ребят, которые присоединятся к нам уже в сентябре. После того, как мы презентуем себя 2 сентября, у нас обязательно будет презентация, наша площадка будет в детском квартале, который презентует это движение новое. Ну что ж, Галина Витальевна, будем надеяться, что действительно вот это вот новое для нас движение юниоров «Росатома» справится со своей задачей. И я так понимаю, что главное – это все-таки в основном профориентационная работа в первую очередь. справится со своей основной задачей. Ну, немало, естественно, поможет в этом и градообразующие предприятия. Конечно, в тесном сотрудничестве с нашим градообразующим предприятием и с проектом «Люди-града». «Люди-града», да. И вот действительно атомные отрасли, знаете, вот как Россия, Сибирь ее будет прирастать, да, богатство России. И также вот богатство «Росатома» прирастать будет юниорами «Росатома». Спасибо за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго и удачи. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. И до встречи на канале «Заречный». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»